МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дальники областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси». Катя Льон, Минуэт, Мазурка и Вальс. Сегодня у Гомеля прошел кадетский баль. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Катя Льон, Минуэт, Мазурка и Вальс. Сегодня в рамках доброченной новогодней акции «Наши дети» у Гомеля прошел кадетский баль. Под гуки камерного оркестра Гомельской областной филармонии на паркет вышли 180 удельников танцевального марафона. Наши корреспонденты с подробностями. До початку балю есть еще несколько десятков минут. И этот час кадеты используют в качестве последней репетиции. Хоть по великим рахункам, каждый рух классических бальных танцев им не просто добровядомы, но и выполняется практически автоматично. Двое на неделю в Гомельском кадетском училище проходят занятки по хореографии. А тому танцевать тут может каждый выхованец. В последнее, много, кто с их будущим станет офицером. А это не только погоны с орками, но и высокая культура. Ранее, до речи, без офицеров не обыходился ни один баль. И каждый кадет должен, ну как, обязан даже знать танцы, так как военный человек, он из, ну раньше, в светских мероприятиях, там всякие военные участвовали, как бы танцевали. И разучиваем там разные танцы, которые нам пригодятся в будущем, если мы станем военными. Так как в высших учебных заведениях тоже участвуют, в всяких таких мероприятиях. Ну и получается вот, а этот бал – это как экзамен. То есть получается, подытоживаем то, что выучили, и покажем это. Кадетские бали у училища проводятся уже некольки годов. А ле до минулого года яны проходили выключено у стенах установы. По инициативе старшини Аблвы Конкама Геннадия Соловья летость балю першуню пройшел у палацы румянцевых и паскевичев. Все лето – у палацы чугуночников. Сирот нового ведения у селетнего балю – музычное супроводжение камерного оркестра Гомельской областной филармонии и офицерский вальс. У першуню на паркет вышли еще и наставники. У час, когда яны учились военному мастерству, минуэты и мазурки в обовязковую программу не у выходили. А ле сёння яны танцуют не горш за своих выхованцев. А про чатаго у гэтым годзе на балль запросили еще и партнеров. Ансамбль спортивно-бального танца «Элегия» и выхованцев Гомельского ясли сада номер 33. Хто ведая, махчима гэты и пятигадовые хлопчики и девчинки с часом так само прийдуть у кадетское училище и так само будут выконывать польки, мазурки и подыграсы. До речи, по словах сучасных, выхованца установы учиться танцевать все ж таки больше тяжко, чем займаться стряевой подрыхтовкой. Правда, об годинах, проведенных у кабинете хореографии, никто не шкодуе. Для меня тяжелее танцевать, ведь в танцах главное собранность, четкость и, конечно же, это эмоции, которые ты излучаешь. И это все гармонирует и смотрится очень великолепно. И это нужно тренировки. А строевая тоже тяжелая, и для этого тоже нужно стараться, потому что там четкость, ясность и строевая также тяжелая, но тяжелее танцы. Олег Синцюров, Алина Василюк, Евген Макеенко, телерадо и компания «Гомель». И в протяге темы проведения доброчины новогодней акции «Наши дети» – апроша кадетского балю и рамках запланованных так само шарых буйных мероприемствов. На их проведение из областного бюджета выдатка на коля 60 тысяч рублев. А праша таго, предприемцы в области набывают сертификаты для веншавания наученцев профессийно-технической эдукации, которые имеют потребу в державной обороне. Нагадаем, что сгодно с постановой Совета Министров акция «Наши дети» будет протягиваться до 10-го студеня наступного года. У приватности представители Гомельской области станут юдельниками президентской елки и республиканского молодежного балю. Сярод буйных мероприемств, которые пройдут непосредственно в Гомеле, можно назвать запланованный на 23-е снежня губернаторский баль и губернаторскую елку, якую проведут 28-го снежня. При этом организаторы вырешили не сменшать, сколько сей удельников. Як и летось, у цирк запросить 1400 человек. Разом с тем, с уликами эпидемичной ситуации, свято проведут у два этапы. Представления отбудутся у 11 и 15 годин, на каждом из яких побывает по 700 человек. А про шатаго обовязковой умовой для усих проводимых мероприемств з'является выконание профилактичных мер. Все меры безопасности соблюдены. Это и масочный режим предусмотрен, и специальная обработка, и дистанцирование социальное. Ну и пришлось немножечко уменьшить само представление и время пребывания ребят на этом мероприятии. Тем не менее, уверены, что и в Гумельской области в целом, и в каждом учреждении образования, на каждом празднике всем детям будет достаточно внимания. Все дети получат хорошие эмоции, получат подарки, зарядятся настроением на все новогодние каникулы. Гумельский палацово-парковый ансамбль запрошает окунуться у новогодние пригоды указочным парку с Дедом Морозом и Снягуркой. В зеленом лабиринте вы сможете прогуляться сярод хвоевых рослин, пройтись по дровляных дорожках и убачить казочных героев. Хатка хоббита, эльфа казочной феи и соправдное житло на куриных ножках. Гумельский парк пропонует горожанам зазернуть у гостей до шаровников. Но встреча с героями будет не такая просто, как сдается. Чтобы их отшукать, нужно пройти за шарованный зеленый лабиринт. После успехово пройденного квеста, заслуженные у знагороды будет махчимость побывать у зимовом палаце Дедуле Мороза и Снягурки. Мы вас проведем в дом Деда Мороза и Снегурочки, где самый настоящий Дед Мороз и Снегурочка будут с вами вас встречать. Проведу для вас интересную новогоднюю программу с конкурсами, с песнями, с танцами, с хороводами вокруг новогодней елки. После чего мы с вами пойдем во дворец, в один из выставочных залов. Мы там помоем ручки, погреемся, сделаем новогоднюю открытку с символом этого года, бычком Борькой. Нам сегодня очень повезло. Мы побывали в этом прекрасном месте, видели рекламу. А сегодня нам повезло. Мы увидели и Деда Мороза, и Снегурочка, повидали эти прекрасные домики. И всем советуем, приходите со своими детками, вам очень понравится. Новобудовли протягивают с являться у разных районах Гомеля. Попыт на новые квартиры не смешается, а значит, за будовщикам требуем кнутся задоволить потребы насильства в выращении жилевых питаний. В опошний час домы пошли взводить с оригинальными рашениями. Например, со свободной планировкой, французскими вокнами, великими ваннами. Марина Северянова разом со специалистом управления капитального будовництва города Гомеля наведала некольки домов и будовнейших пляцовок. Едем на Волотовскую улицу. У этой новой шмат певерховцы, от которой до Палацево-Паркового ансамблю у сего некольких хвилин ходьбы, можно поспеть набыть квартиру. Есть некольки. Мы предлагаем в новом доме двухкомнатные, трехкомнатные квартиры, готовые для продажи на аукционе. Это новая форма у нас такая продажи. Только в этом году, да, начали работать через аукционы? Да. Дом расположен в квартале улицы Волотовская, Солжская. Очень тихое, спокойное место. А в то же время центр города. Центр города. В близкой доступности есть все – школы, магазины, поликлиника. А также самая основная достопримечательность города Гомеля – Дворцово-Парковый ансамбль. Кватиры у этом доме с популярной сегодня свободной планировкой. Двухкомнатная квартира со свободной планировкой. Люди могут свободно планировать все, как они хотят. Кухня объединена с гостиной. Очень широкий, просторный балкон, площадью почти 10 метров. Целая комната получается из такого большого балкона. Но ведь, наверное, большие балконы – это тоже то, о чем мечтают люди. Вы же неспроста их делаете? Конечно, это очень удобно. Здесь можно поставить все, что угодно. Стол, стулья. Две комнаты можно сделать. Там можно сделать какой-то кабинет или зону отдыха. Здесь как хозяйственную часть использовать. Да, здорово. Можно даже дверь, наверное, поставить между. Ну, я бы поставила. С улицы Волотовской едем у Волотову. Побыч с новой школы, 21-й микрорайоне, 11-й поверховый дом. Юн Амаль заселены. Засталось и некольки однопокаевых кватер. Какой потрясающий здесь вид из окна. Особенно, если у вас есть дети. Кстати, для детей предусмотрены замки на ручках окон. Ребенок открыть уже не сможет. А гэта 18-й поверховка будет ждать своих жильцов в наступном годе. И когда квартиры у попередних домах можно набыть за аукциона, то у гэтым предуглежено долевое будовництво. Подробязности глядите в программе «Великая будовля» в неделю, 27-го Снежня, в 19.45 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Перед на Северьянова Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Четыре годы позбавления воли. Сегодня в Жлобине вынесли при суд мясовому жихару, за якого были травмированы сотрудники районного отдела внутренних справ. Инцидент отбылся в Жнивне. 27-годовый жлобинчанин, который ехал на своем автомобиле по улице Барташова, проигноровал потребование правооховника предъявить документы. А кроме того, водитель загадя заблокировал дверы авто. При спробе их очинить, кейс инспектора захраснула у ружцы дверы. Водитель кранулся з места, почав повеличивать худкость и тягнуть за собой потерпелого, який не утрымався на ногах и упал. Вину у здоровья водитель не признал. Прошение суда ближайшие четыре годы он проведе у колонии агульного режима. 11 августа 2020 года, около часа ночи, 27-летний житель города Жлобина, управляя автомобилем в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника органов внутренних дел, применил насилие в отношении последнего и причинил целесное повреждение. Действия обвиняемого были квалифицированы по статье 364 УК Республики Беларусь и избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. Вина обвиняемого была доказана как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании. Ранее жлобинчане не раз притягиваются до администрационной отказности за порушение правил дорожного руху. Криминальный термин – первый. Дома у осудженного застались тяженка и маленький сын. Культура бортництва Беларуси и Польши занесена у спис нематериальной культурной спадшины ЮНЕСКО. Об занятку пшалярствам на землях Усходней Европы писал яшил у пятым стагодзе до нашей эры батька истории Ерадот. Зараз уникальный промысел заховывается у основным жахары убортского полеса Новокольля-Лельчис. Бортництвом у Беларуси займается крыху больш за 150 семья. Сокрыты носьбытой старожитной традиции передают только пародия. Своими руками маеструются колоды – були, которые нагадывают пшалярные гнездо в природе. Мобильный додаток для выучения беларуской мовы, системы для разумных домов и биораскладальный посуд. В Техническом университете Мясухого прошел областный этап молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Молодые новаторы и выноходники проставили больше за 20 распроцовок и идей. Под обязанностей далее. От школьников до молодых навыковцев. Свои распроцовки продемонстровали инноваторы-одиночки и коллективы авторов. Молодые гомельские урачи и навыковцы представили одразу два проекта. Это мобильный додаток, который помогает рахтоваться до операционных вмешательств. А так само метод створения шаблонов предопомозит 3D-друку для проведения операций на позвоночнику. Здесь представлены два наших проекта. Первый по 3D-печати и использованию данной технологии в хирургии позвоночника, в частности. Они прошли исследования, эксперимент и доказали, что наша разработка наиболее безопасна и точно может имплантировать винтовую конструкцию на всех отделах позвоночника человека. Тем самым более качественно и подробно подготовиться к самой операции, то есть выполнить предоперационное планирование. Нейронная везка, где сельской господаркой будет керовать штучный интеллект, система попереджения землетрусов, додаток для вылучения белорусской мовы, вытворчество биораскладального посуду и инше. Проекты отметны тем, что могут с легкостью изнасти свое применение на практице. Наученка Гомельской гимназии номер 56, имя Вишневского, Елизавета Синенькая пропонует предопомозе мобильного додатку заработать больше сручным житье господаров домашних живел. Там будут все услуги, которые уже есть в одном мобильном приложении. Это личный кабинет с возможными уведомлениями о предстоящих прививках, лента волонтерской помощи, возможная онлайн-консультация с ветеринаром, информационный источник Вики-Энимал и онлайн-магазин. В волонтерской помощи в ленте там будут выкладываться потерявшиеся бездомные животные, и люди помогают друг другу искать. И чем вы больше помогаете, тем больше баллов вы получаете, которые потом идут в скидке в онлайн-магазине. Члены жюри отзначают, с кожным годом изровень проектов, которые представляют на 100 идей для Беларуси, расти. Молодь добро бачить перспективные направления в будущем и готовые до ворошения гульных проблем в сучасности. Проекты, которые проводят сейчас в рамках 100 идей для Беларуси, они становятся более актуальными в части именно применимости и решения социальных вопросов, которые непосредственно связаны с теми актуальными задачами, которые стоят сейчас перед обществом. Это и утилизация отходов, это и вопросы, связанные с жизнеобеспечением молодых людей, пожилых людей. И, соответственно, важно то, что они становятся более значимыми и в части реализации этих проектов. То есть это не просто уже идеи, а проработанные идеи, которые, в принципе, при небольшой доработке могут быть реализованы непосредственно в жизнь. Лепшие проекты областного этапа 100 идей для Беларуси отправятся на республиканский конкурс. Максим Савин, Василия Сепцов, телерадиокомпания «Гомель». Это инши новины. Информация о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершены. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Хорошо, когда ангел-хранитель есть. На пожаре в городе Ветка мужчина спас односельчанина от гибели. Возгорание произошло в частном доме на улице Калинина. В помещении находился пенсионер. Его сосед увидел пожар, вызвал спасателей, но решил не сидеть сложа руки, а действовать. Через оконный проем он проник в дом и вытащил из незадымленной комнаты мужчину 1947 года рождения. Позднее медики госпитализировали пострадавшего. Пожар ликвидирован спасателями, повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество. Похожий случай произошел в деревне Заболоте Октябрьского района. Там тоже был спасен человек, только в этот раз жизнь хозяину сохранил автономный пожарный извещатель. Мужчина спал в комнате, услышал характерный звук противопожарного устройства, проснулся и увидел тление постельных принадлежностей. Вышел на улицу и начал просить о помощи. В это время мимо проезжал председатель сельского совета и помог мужчине потушить возгорание. Общими усилиями справиться с огнем удалось до прибытия подразделений МЧС. История – хороший пример эффективности работы пожарных извещателей. Всего за сутки в Гомельской области зарегистрировано три пожара, повреждено два строения, на оказание технической помощи спасатели выезжали пять раз. Так, в деревне Гребини Лельчицкого района горела баня. Предполагаемая причина возгорания – нарушение правил использования печей и теплогенерирующих устройств. Никто не пострадал. В МЧС напоминают о том, что обращаться с отопительными приборами нужно внимательно. Сколько веревочки не виться, а конец будет. Оперативники Новобелецкого района Гомеля таки задержали преступника, который обворовал с десяток человек. По данным правоохранителей, начиная с октября он стал похищать незащищенное добро законопослушных людей. Среди потерпевших даже пенсионеры. У некоторых пропала крупная сумма денег. У гомельчанки, например, грабитель отобрал велосипед. В агрогородке Улукове у сельчанина пропала акустическая система и телефон. В микрорайоне хутора областного центра у мужчины с дачи похитили весь электроинструмент. Милиционеры смогли выйти на след вора и задержали его. Часть похищенного имущества удалось вернуть владельцам. Велосипед, акустическую систему и инструмент. Липким на руку воришкой оказался 30-летний гомельчанин. Один из потерпевших поблагодарил милицию за проделанную работу. Телефонные аферисты и киберпреступники перед Новым годом заметно активизировались. Об этом сообщают в МВД Беларуси. На удочку мошенников клюют абсолютно разные категории граждан, среди которых и молодежь. В Жлобине для учащихся профессионального лицея сферы обслуживания сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних организовали полезную беседу. Молодым людям сообщили о самых распространенных способах обмана. Выступление было посвящено также темам азартных игр, кибербезопасности, правилам безопасного поведения и гендерного воспитания. На сегодня все. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. В середине 20 декабря в Речице встретятся местные метрополисы БРЗ. Классическое противостояние в белорусском женском клубном гандболе. Гомель завтра принимает БНТУ БелАЗ. В рамках чемпионата Беларуси в нынешнем сезоне команды сыграют между собой впервые. Матч пройдет на паркете Дворца игровых видов спорта в нашем областном центре. Начало в 17.00. Организаторы просят болельщиков соблюдать масочный режим. Напомню, что все желающие также смогут присоединиться к благотворительной акции «Доброе дело», организованной гандбольным клубом. Подарки для воспитанников Гомельского областного дома ребенка будут собирать во время завтрашнего матча. Женская команда «Гомельские рыси» заключительным в 2020 году матч проведет на домашнем паркете. Соперник подопечник Анатолия Рогозенко – баскетболистки Брестского Цура Виктория. Игра пройдет во Дворце игровых видов спорта 20 декабря. Начало в 13.00. Открытый Кубок Гомельской области по легкой атлетике пройдет 26 декабря. На арене Дворца легкой атлетики в Гомеле спортсмены будут состязаться в беговых дисциплинах, прыжках с шестом, в длину, высоту и тройном прыжке, а также толканию ядра. Начало состязаний в 10.30. В рамках Кубка традиционно пройдут и детские новогодние забеги. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok